Соединение проводников на опрессовку, на СИЗ, просто скрутка или скрутка со сваркой. Вага мы даже рассматривать не будем. В этом видео я сделаю самое надежное соединение проводников, с которым не сможет поспорить ни один электрик. Подготовил проводники. Это медные проводники, два с половиной, пять штук. Надеваю на них гильзу. И начинаю опрессовывать гидравлическим прессом. Так, первая опрессовка. Вторая опрессовка. И контрольная третья посередине. Опрессовка выполнена. Теперь мы сделаем скрутку. Обкусываем кончик. Скрутка выполнена. Далее мы скрутку обварим. Включился сварочник. Скруточка обварена. Далее мы скрутку пропаяем. Для начала надо ее обработать канифолью. Вот в жидком виде. Очень удобно пользоваться ей. Теперь нам надо разогреть припой. У паяльника у меня такого большого нету. Поэтому используем временно гильзу. И разогреем ее баллончиком. Припой разогрелся. Закипел. Окунаем в нее скрутку. Скрутка пропаяна. То есть осталась просто скрутка, пропаянная скрутка и проваренная скрутка. Убираем все. Теперь закрепим это соединение еще сис. Вот так вот крепенько накрутили. Корпус сизо-деформировался. Ну что ж, пришло время изолировать. Естественно, что самым надежным изолятором является тканевая изолента. Вот она. Начинаем изолировать тканевой изолентой. Тканевую изоленту надо крепенько натягивать. Так, с переходом на сиз это делаем. Полностью вместе с сизом изолируем. provtenка сизом. Тканевую изоленту. Обрезаем. Естественно, что этого недостаточно изоляции, и поэтому мы применим синюю изоленту. Все же знают, что синяя изолента самая надежная. Начинаем изолировать синей изолентой. Продолжение следует... Синяя изолента намотана, но этого, конечно же, нам тоже мало. Термоусадка. Так, обрезаем. Заворачиваем кончик и одеваем второй слой термоусадки. И усаживаем второй слой термоусадки. Вот. Надо этот кончик сдавить, пока он остынет. Вот так вот. Вот оно. Самое надежное соединение проводников. Такому не страшны никакие перепады, ни КЗ, ни перегрузки. Вот оно. Вот как правильно надо делать, а? Ну на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. И лайк за годный контент. Субтитры создавал DimaTorzok